приветствую дорогие друзья сегодня внимательно рассмотрим первый серийный грузовик молодой советской страны советов amo f-15 осмотрим подвеску ходовую трансмиссию заглянем в кабину и конечно увидим двигатель но сначала немного предыстории в 1913 году российскую империю начинают поставлять итальянский грузовик fiat 15r 1916 году братья ребушинские заключают договор царским правительством о поставках в армию грузовика собранного в россии москве открывается первый автозавод amo или автомобильное московское общество итальянцы присылают на завод машинокомплекты а московский автозавод собирает машины уже из готовых деталей до революции завод успел собрать только 432 автомобиля затем amo национализируют большевики но продолжают сотрудничать с итальянцами выпуская те же самые фиаты однако в январе 1924 года на конвейере появляется собственный грузовик amo f-15 который собран на базе фиата но часть комплектующих отныне стали делать самостоятельно ежегодно производство возрастало внедрялись новые технические решения и со временем советский грузовик стал все меньше походить на итальянца f-15 производили вплоть до 1931 года машина пережила две серьезных технических модернизаций перед вами грузовик 1929 модельного года то есть достаточно поздний вариант на котором в частности уже внедрены новая оптика кабина и штампованные стальные диски вы не поверите но на первых грузовиках колесные диски имели деревянные спицы как вы понимаете такой вариант точно не для наших дорог на сегодняшний момент осталось всего три живых f-15 а этот еще и на ходу ну что начнем наш осмотр задней подвески ходовой части на простейшей штампованной раме толщиной 6 миллиметров установлены рессоры сзади рессора состоит из 10 листов по 9 миллиметров никаких амортизаторов не предусмотрено чтобы как-то ограничить ход подвески здесь установили вот такие рукава обратите внимание на задний мост он состоит из двух чугунных отливок которые соединяются болтами внутри находится полуоси редуктор а если посмотреть на мост другой стороны вы увидите что в корпусе еще и карданный вал спрятан коробка передач механическая четырехступенчатая тормоза барабанная с механическим торсовым приводом стояночный тормоз здесь блокирует вращение кардана а теперь обратите внимание на вентилятор который виднеется там вдали лопасти вентилятора крепятся прямо к маховику и отводит тепло назад в сторону коробки передач после очередного рестайлинга диаметр маховика уменьшили а вентилятор стал больше как радиатор чтобы избежать перегрева теперь идем посмотрим на переднюю подвеску здесь все максимально просто полуэллиптические рессоры в количестве 7 штук толщиной 7 миллиметров каждая никакого намека на наличие переднего тормоза поворотные кулаки вращаются на шкварнях кстати руль здесь стоит справа такая конструкция это наследие того же фиата в начале 20 века в каждой части италии были свои предпочтения по расположению руля однако после приведения всех правил дорожного движения к общим принципам было принято решение что руль в этой стране будет все таки слева а до этого момента fiat делал грузовики именно с правым рулем хотел показать вам запасное колесо его крепили прямо на кабине где по идее должна быть правая дверь но двери здесь нет а вот сигнал в виде вот этой стильной груши есть и сигнал работает до сих пор сейчас я вам покажу как вы поняли дверь в кабину здесь одна и расположена с левой стороны кабина уже обновленная практически полностью деревянная первой версии кабины имели брезентовую крышу и другую дверь в кабине общий диван для водителя и пассажира деревянный руль с подрулевыми лепестками с помощью которых велось управление карбюратором с одной стороны подсос а с другой ручной газ панель приборов простейшие указатель давления масла амперметр лампа подсветки и прочие мелочи а вот теперь о занимательном рычаг кпп и ручника на этом грузовике стоят в кабине но так было не всегда изначально эти органы управления находились снаружи там где сейчас стоит запасное колесо а теперь обратите внимание на педальный узел слева сцепление справа тормоз а вот посредине очень чудная педаль газа видимо какой-то смысл такой форме есть ну что идем к самому интересному к двигателю а по дороге посмотрим на стартер вот он кривой ручной стартер как всегда на месте а теперь заглянем под капот перед нами четырехцилиндровый рядный карбюраторный двигатель с вертикальным расположением цилиндров и нижним расположением клапанов рабочий объем 4,4 литра мощность 35 лошадиных сил при 1400 оборотах в минуту максимальное число оборотов здесь не превышает 1700 охлаждение двигателя жидкостное центробежным насосом помпой система смазки под давлением шестеренчатым насосом цилиндры двигателя отливались одним блоком заодно с рубашкой охлаждения съемной головки цилиндров здесь нет картер двигателя алюминиевый крепится к раме в четырех точках как я уже говорил вентилятор стоит позади двигателя и отводит тепло назад никаких ремней здесь нет все передачи шестеренчатые грм с двумя клапанами на цилиндр расположен с левой стороны блока впускные и выпускные клапаны взаимозаменяемы поскольку совершенно одинакового размера распредвал и связано шестернями пойдемте заглянем с другой стороны кстати бензобак объемом 70 литров стоит над двигателем а топливо поступает в карбюратор самотеком советские инженеры пытались перенести бензобак под сидение водителя и даже внедрить бензонасос но от идеи быстро отказались и поставили бак привычное место система зажигания двигателя от магнетто которая стоит на общем валу с помпой системы охлаждения система питания карбюраторная изначально ставили итальянский карбюратор но затем 4 государственный автомобильный завод выпустил отечественный карбюратор зенит 42 в зависимости от времени года рекомендовалось регулировать систему питания путем замены жиклеров в качестве топлива использовался низкооктановый автомобильный бензин максимальная скорость грузовика не превышала 50 километров в час здесь представлен грузовик с бортовой платформой но это была лишь самая массовая модификация на данном шасси строили санитарные машины автобусы фургоны цистерны и штабные машины кроме того на базе грузовика был построен броневик ба-27 середине 30-х годов большинство аммо f15 были списаны а на их место пришла новая полуторка горьковского автозавода газ а а сейчас 90-летний f15 стоит музее зил сокольниках в описании под видео найдете координаты музея ну что мои дорогие друзья надеюсь вам было интересно до скорых встреч на просторах интернета а 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 Продолжение следует...